Друзья, у нас некоторое время назад, если помните, был уже в гостях Андрей Ростовцев, профессор, доктор физико-математической наук, заведующий лабораторией физики элементарной частицы Института теоретической и экспериментальной физики имени Алиханова. И мы тогда с Андреем Африкановичем договорились, что он к нам придет и расскажет уже наконец про бозон Хиггза. Потому что мы тогда рассказывали все про устройство науки, про диссертации, диссертации, диссерт-гейты. Соответственно, веду программу человек в бабочке тончайшего шелка Дмитрий Асковича и Анатолий Курича в простом пиджаке. Я так прямо во время передачи сорвусь. Со всем остальным вместе. Со всем остальным тончайшим. Значит, Андрей Африканович, давайте уже говорить про бозон Хиггза. Вы же единственный человек в стране, который его видел. О, да. Он синий. Расскажите. Ладно, какой он? Какой он? Тяжелый. Бозон Хиггза оказался тяжелый. Тяжелый? Да, относительно тяжелый. Рождать тяжелые частицы тяжело. И столько много его, долгое время его искали на разных ускорителях при меньшей энергии, ускорителе меньшей энергии. И вот, наконец, построили ускоритель, который обладает достаточной энергией для того, чтобы рождать его в большом количестве. Судотронный коварик. Да. То есть его создали. Его не искали, его создали. Его, да, создали. То есть его так и нет. Если его не знать, что он есть, и не создавать его специально, то, может, его и нет? А если его можно создать, значит, в природе? Он где-то есть. Он везде вокруг нас. Мы уже здесь говорили как-то, что он дает элементарным частицам массы. Так, в теории, элементарные частицы безмассовые. Взаимодействие их с полем бозона Хиггса, то есть оно везде здесь поле, А, придает массу. Придает им массу. Они как бы пробираются сквозь, взаимодействуя с ним, пробираются сквозь... То есть все приобретает массу, взаимодействуя с полем... Элементарные частицы приобретают массу, из них состоим мы. То есть и наша масса тоже, то есть мы своей массой, особенно Дима, обязаны тоже, так сказать, бозону Хиггса и полю Хиггса? То есть, конечно, и в диеты. История с нашей массой чуть-чуть сложнее, но вот изначально массу элементарным частицам придает бозон Хиггса мы. Наша масса, это реально наша масса энергии связи этих частиц. Маленьких. И, собственно говоря, это 99% нашей массы, это энергии связи, кварков, в частности. 1%? 0,001% это как раз та самая начальная масса этих кварков. Кварков, электрона, масса электрона. Так он тоже безмассовый, в теории. А почему все так стали носиться с этим бозоном Хиггса? Почему стали носиться? Ну вот, казалось, что это для понимания фундаментального... Устройства мира? Устройства мира, да. Что-то должно было придать массу частицам, да? Взаимодействие с каким-то полем, да? Тогда еще частицы не было, когда Питер Хиггс придумывал этот... Как известно, он послал свою статью, короткая статья с объяснением механизма, как возникают массы волюнтерных частиц. Он послал в респектабельный журнал физический. Когда это было? О-о-о, это было почти 50 лет назад. 60-е. Да, они не поверили. Они сказали, что это такое, это какая-то, так сказать, теория, которую даже проверить сложно. И вернули эту статью ему. Рецензент написал что-то вроде... Вот если бы было что-то практическое более в статье написано, то мы бы еще бы рассмотрели бы возможность опубликовать ее. После этого Питер Хиггс написал последний абзац. Написал последний абзац, что вот я предложил модель, как образуется масса частиц. И еще одним результатом, если эта модель правильная, еще одним результатом было бы существование новой частицы. То есть это квант-поле, с которым взаимодействуют, да? Все поля, они имеют свои кванты, которые мы наблюдаем как частицы. Вот, квант-поле, которое, так сказать, будет, это новая частица, которая еще не обнаружена. После этого статью опубликовали, и весь мир принялся за работу. Обнаруживали. Да, да. То есть все было известно. На таком, на языке другом. То есть масса неимманентна частицам, она не принадлежит. Масса, ну, как, вот смотрите, есть массы, вот, например, эффективные массы, да, вот, если частица где-нибудь находится, электрон, например, находится в твердом теле, да, вот он движется в полях этих, там, структуры атомов, там, кристаллической структуры, он приобретает эффективную массу, да, то есть... Массу взаимодействия. Да, он, так сказать, взаимодействует. Электрон просто сам по себе, он тоже не существует. Он существует, он взаимодействует все время с электромагнитным полем. Он, заряд же есть, да? Да. Это его свойства. И он сам создает поле, через которое он же летит и с ним же взаимодействует. Вот такое самодействие всех частиц, все частицы с чем-то взаимодействуют. Мы же к этому вопросу еще вернемся, потому что к Хиггсу имеет отношение. Если поймем все остальные вопросы, то, конечно, к нему вернемся. Вот. А вот скажи, пожалуйста, экспериментальное подтверждение наличия или возможности существования, а значит, существования в озонах Хиггса, это, как бы сказать, это завершает конструкцию физической модели некой или открывает там двери в новые, там, непознанные еще горизонты физические? Это ставит очень много новых вопросов. И совершенно вот сейчас заблуждение такое часто можно слышать, что это вот последняя частица, которую вот открыли, и так называемая стандартная модель, которая описывает все взаимодействие, она вот все, она больше, так сказать, ничего не надо. На самом деле, мы вместе с тем, что, а сейчас уже практически все убеждены, что открыли именно бозон Хиггса, ничего-то новое. А то, что как раз ожидалось и со свойствами предсказываемыми, которые были предсказаны, появляется масса вопросов. В частности, вопрос о том, что без дополнительных частиц в модели сам бозон Хиггса не может существовать. Вот я приводил пример электрона, который движется через электромагнитное поле, которое я сам создал. То есть электрон излучает фотон, потом его поглощает, то есть он в такой каше. Фотон может излучить пару, электрон-позитрон. То есть это какая-то вот такая каша из электронов-позитронов, фотонов в основном. И это все один электрон. И это все один электрон в таком облаке, он распространяется. Так вот, это все учитывает модель, стандартная модель, все это считается, электродинамика давно наука известная. И вот эти вот все, так сказать, вот это облако, да, вот эти переизлучения, которые, их называют традиционными поправками, они дают всем процессам, где участвует электрон, в том числе и просто летящий электрон, они дают поправки некоторые. Так вот, поправка к массе электрона была бы бесконечной, если бы не было бы позитрона в этой игре. Вот, он был бы очень тяжелый, вот и за счет вот этой эффективной массы его была бы очень тяжелая. А на самом деле, так сказать, поправка, поправка, ну, ужасно, да, бесконечно тяжелый, да. И все, вот у нас очень сильно взаимосвязано все наши вот, наш мир, да. На самом деле, все эти поправки, позитрон, он компенсирует поправку, он с обратным знаком. И реально, так сказать, вот эти традиционные поправки не только к электронам, к другим частицам, в других процессах. Они все время находятся на уровне одного процента, их вклад в численные, в процессы. Так вот, бозон Хиггса – это первая скалярная частица во всей стандартной модели. Все остальные частицы либо имеют спины единицы, либо одна вторая. И это первая скалярная частица, которая сама с собой взаимодействует. С скалярная, что через скалярная? Это значит, что у него спин 0, и это скалярное поле в каждой точке определяется всего одним числом, да, в каждой точке пространства. Вот электромагнитное поле, оно векторное. Там три, по крайней мере, нужно в каждой точке пространства три компоненты у него есть, да. А вот скалярная, у него одна компонента в каждой точке пространства. И такая частица только вот одна, только бозон Хиггса в этой стандартной модели. Он взаимодействует сам с собой, и вот эта поправка от его взаимодействия, она бесконечна. То есть он не может существовать. То есть должен быть какой-то антибозон? Должен еще, должен быть. Который бы обнулял массу? Конечно, обнулял, компенсировал эти поправки в теории. Иначе вся теория фундаментальная, она действительно фундаментальная, она проверена много раз. Рад поправки были изучены, измерены во множестве процессов, не только электродинамики, но и слабые процессы на ускорителе ЛЕП, тоже в ЦЕРНИ. Это тот же самый туннель, который сейчас используется под коллайдер, но раньше в нем было кольцо, по которому бегали навстречу друг другу. Не протон-протон, а электрон и позитрон сталкивались, рождали тяжелые частицы, и вот там изучались эти поправки. Они хорошо известны, и они маленькие. А вот этот наш случай с бозоном Хиггса, он уникальный. Если бозон Хиггса существует... То есть если бозон Хиггса столкнется с другим бозоном Хиггса, то что будет? Он постоянно сталкивается, он сам с собой взаимодействует. Бозон Хиггса сам с собой взаимодействует. Кто придает массу бозона Хиггса в взаимодействии с бозоном Хиггса? Так что он постоянно сталкивается сам с собой. Скажи честно, ты понял? Честно, я тоже нет, понимаешь? Нет, как-то понятно очень, в абстракции их понятно, что масса получается за счет столкновения, поскольку столкновение идет постоянно, то она должна постоянно расти. Если что-то, ее не обнуляет, ну, не компенсирует. Это не компенсирует, да. Что-то должно компенсировать. И вот одновременно, как только эта проблема стала ясна, она стала ясна очень скоро после того, как Питер Хиггс предложил. То есть сейчас видим новую частицу, компенсаторную. Да, и есть масса теорий, которые давно уже появились, в которых в суперсимметричных теориях, это вот самый простой вариант продолжения стандартной модели, там не один бозон Хиггса, а их несколько. Причем там есть нейтральные, есть заряженные бозоны Хиггса. И вот там они действительно, так сказать, вот эти поправки, они решают проблему этих поправок. Поэтому я думаю, что нет людей, специалистов в этой области знаний, которые пишут, что за бозон Хиггса стоит еще целый ряд новых частиц. А количество частиц конечное в фундаментальной модели? Хороший вопрос. Мы бы надеялись. Нет, но это же модельный принцип. Это моделей много. Моделей тоже конечное, так же, как конечное количество теоретиков, которые придумывают их. И есть надежда, что все-таки количество частиц конечное, и их не так много. И это было постоянное раздражение физиков. Зачем нам так много тех частиц, которые уже открыли? Ну, зачем, например, существует меонда, который тяжелее электрона? Непонятно, зачем он нужен? Он существует? Да, он существует. Вот они у нас из... Это в основном космическое излучение, которое нас пронизывает каждую секунду. Это вот меоны. Через каждый сантиметр нашего тела примерно в минуту проходят по одному меону. Зачем они нужны, никто не знает. Но они есть. Есть более тяжелые частицы, которые тоже непонятно, зачем нужны. Но они есть. И так же... А что значит, непонятно, что они нужны? То есть в той физической реальности модель, на которой мы живем, они не нужны. Ну да, мы же состоим. Можно их убрать, ничего не поменяется. Это из легких кварков и электронов, да? Вот все, что мы видим здесь, они... А эти летят меоны. А это летят меоны. Зачем они не летят? То есть если изъять меоны из модели, ничего не изменится в мире, окружающей нас? Что-то наверняка поменяется, но не принципиально. Люди верят, что не принципиально поменяются. А что еще, если изъять из этой самой модели, не принципиально поменяются? Меоны только бракованные частицы? Не-не-не, это тяжелые, 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 космические. Вот мы были бы счастливы с существованием легких кварков и без какого-то участия более тяжелых кварков, да? Ну вот поменяются, например, для чего нужны тяжелые кварки? И вот для объяснения того явления, что частица и античастица, да, оказывается, не совсем по свойствам совпадают с друг другом. Вот такое... Они асимметричны, да. Да, они мир асимметричны относительно частица-античастица. И это большущая проблема, связанная с тем, что мы все состоим из частиц. Наш мир, вся Вселенная состоит из частиц. А куда делись античастицы? Рождать... Мы можем рождать того и частицы, только вместе с ее античастицей, да? Если Вселенная родилась из точки, да, вот как говорят, большой взрыв, то должны существовать частицы и античастицы. То есть пока мы наблюдаем только частицы... Описывается рождение Вселенной как из точки большой взрыв, и тогда должны быть частицы и античастицы, а античастицы при этом нет. Античастицы при этом нет. Но мы знаем, что... Все как-то знакомо. Но мы знаем, что частицы и античастицы ведут себя не совсем одинаково. И это, возможно, каким-то образом может объяснить этот эффект. Академик Сахаров предложил, по крайней мере, такую гипотезу. И вот за неодинаковость поведения частиц и античастиц отвечает эффект того, что наш мир состоит из... Эффект асимметричности между частицами и античастицами. И за вот этот эффект отвечают тяжелые кварки. То есть если бы было бы только легкие кварки, нарушение асимметрии в том механизме, который присутствует в природе... Была бы энтропия. Была бы, да. Кругом одна энтропия, да. Все симметрично? Все было бы симметрично, да. Так что где-то они нужны, но, возможно, вот этот эффект маленькой асимметрии между частицей и античастицей, он, скорее всего, сейчас не объясняет. Вот это возникновение Вселенной из частиц. Это слишком маленькая асимметрия, короче говоря. Понятно. В общем, одним словом, открытие бозона, или, да, открытие, наблюдение бозона Хиггса, оно заставляет нас теперь, вынуждает нас, физиков, искать продолжение, и другие частицы компенсаторные, вот те самые. Да, и компенсаторные, которые объясняют еще, зачем нужны другие частицы. То есть у нас очень много вопросов. В общем, вам не скучно. Да, ой, да. Физиками. Это же точно, да. Я вот думаю, извините меня за этот дурацкий, вульгарный, может, вопрос. Вот весь мир с замиранием, так сказать, сердце следит за бозоном Хиггса, открыли, дали, ну, там, Нобелевский, туда-сюда, бозон Хиггс, очень прикольно. А вот, если представить, что, скажем, наука финансируется, исходя из каких-то из конкретных совершенно практических соображений, там, правительств или структур, или людей, которые ее финансируют. Вот как бы вы мотивировали бы необходимость дальнейшего финансирования подобных исследований? Подобных бозонов. Подобных бозонов, новых бозонов. Ну, что бы вы сказали этим людям, которые говорят не на языке науки? Хватит, пожалуйста, хватит. Главная мотивация – это наше знание о том, как устроена материя, как мы все устроены. Это же фундаментальные знания, собственно говоря. У нас большой в них пробел. У нас теория не замкнутая получилась. Она противоречивая? Ну, конечно, она должна быть непротиворечивой. Ну, тот же пример с Базоном Хиггса, с его ратпоправкой к массе Базона Хиггса. Ну, все, что мы сейчас знаем, эти ратпоправки везде работают. Ну, понятно, да. А тут? Нет, конечно, теория должна быть замкнутая. Представь себе. Если бы по русскому языку было правило написано. Чтобы можно вводить в папочку и на полку поставить. Нет, собака пишется там через О, потому что… Ну, просто пишется и все. Ну, тут же, минуточку, а тебе же нужно правило? Это и есть замкнутая теория. Правильно? Да. Ну, меоны раздражают. Тут вы правы. Меоны раздражают. Андрей Викторович, не могу сказать… Летите, летите. Не могу сказать, что мы все, безусловно, поняли. Нет, но вы заставили нас, послушайте, это вообще… Вы заставили нас заинтересоваться и задуматься. А значит, полазить, почитать и еще раз у вас что-то спросить. Ладно? Обязательно. Значит, мы тогда сейчас пару месяцев будем осмыслять сегодня сказанное, а потом вас позовем, если не против. Андрей Ростовцев был сегодня с нами, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики элементарных частиц Института теоретической и экспериментальной физики имени Алиханова. Спасибо, Андрей Фриконович. Спасибо. Пойдем размышлять. Знаете, что еще? Вот меоны раздражают и тяжелые кварки, конечно. Ну, тяжелые кварки раздражают. А теперь снова тяжелые.